Городские военно-спортивные игры «Зорница и Орлёна», которые проходят ежегодно, собрали на этот раз 34 команды со школы Новочебоксарска. Цель, как она была, остается всю жизнь, как мы с вами маленькими были «Зорница и Орлёна», вот это воспитание профессионального долга, ответственность и гордость о своей родине. Здесь все эти мероприятия «Зорница и Орлёна» получаются в цель подготовки будущих защитников Отечества. Вот, чтобы узнать, сейчас у нас и девочки служат в армии, и мальчики, вот, к примеру, их очень много, даже в Чубоксарске есть девочки, которые, Саша Зотов, закончил космическую академию. Здесь сегодня же принимает, военкоман сейчас подойдет, они принимают строевую подготовку, вот, с 8 утра у нас уже принимают, значит, представители Минспорта, бассейн плавания принимают, там общественники там же работают, вот. А здесь, сейчас, с ветеранами, мы, как раз, после военно-исторического блока, вот, они пойдут, ветераны, вместе с военкоманом, принимают строевую подготовку. В юноармейском движении «Чувашия», «Зорница и Орлёнок», направленном на патриотическое воспитание молодежи, в течение учебного года приняли участие свыше 30 тысяч детей и подростков. После городского этапа лучшие команды будут представлять наш город на республике. Сегодня ребята на подстанциях «Защита», «Военно-патриотический блок», «Я гражданин России» и других показали свои теоретические знания. На парапете перед Центром развития творчества детей и юношества ребята показали строевую подготовку. Прокопьев Егор, 13-я школа, 10-й класс. Расскажи о сегодняшнем мероприятии, по сложности, как оно тебе, как вообще к нему готовились? Ну, мы очень долго готовились к этому мероприятию. Очень такое патриотичное мероприятие, да, военно-спортивная игра «Орлёнок». Мы очень рады, что участвуем в этой игре, поднимает дух. И вот спасибо нашим, ну, вообще всем организаторам, которые организовали эту игру. В первую очередь, мне кажется, дисциплина. Для себя я очень стал дисциплинирован. Особенно меня поставили командиром нашего отделения, и меня дисциплинировал я, стал более собран. Также более сплочённость нашей команды стала. Впереди ребят ждут практические занятия. Юно-армейцы продемонстрируют деревню Чеверьюл, пожарную подготовку, стрельбу, разборку-сборку автомат, навыки выживания в лесу. И ждёт полоса препятствий и многое другое.